В стране должно было измениться в первую очередь сознание, да, потому что поменять власть, это не значит произвести изменения в стране. Главная проблема в том, что люди просто отказываются к нему, да, и все вещи, которые с нами происходят в последнее время, начиная с Майдана, да, заканчивая войной, это те вещи, которые должны заставить человека думать. Помимо этого, люди должны перестать перекладывать ответственность на кого-то, да, то есть нужно заканчивать, ждать прихода кого-то хорошего, доброго, надежного, который сделает все за нас. А что такое революция? Революция — это не помахать флагами на площади, да, не пожечь прыжки, это длинный путь реформы изменений, которые кому-то нужно делать. И те люди, которые устраивали революцию, ходили за эти идеи, они, собственно, должны становиться теми людьми, которые будут дальше проделать и дальше тянуть эту революцию и производить эти изменения. Начинать с самого низа надо, и вот люди, которые активные, да, с активной жизненной позиции, они должны максимально заходить в вот эти вот местные общины и начинать изменения самых маленьких городов. И тогда, в общем целом, это начнется огромный процесс, огромная машина, которую будет уже достаточно тяжело остановить. Даже с точки зрения общественника или общественной организации человек может произвести какие-то изменения, даже там в каком-нибудь своем маленьком городишке. И это зачастую может быть даже гораздо эффективнее, чем если это будет делать какой-то политик. Ты планируешь идти на местные выборы? Я еще не до конца понимаю, насколько данные местные выборы, они будут эффективными, и насколько вот люди теоретично настроены, люди желающие что-то менять, они смогут противостоять вот той системе, которая будет пытаться прийти к власти здесь, в этих регионах. Первый позитивный сдвиг – это, конечно, объединение и появление огромного количества таких вещей, о которых мы раньше никогда не слышали. Мы никогда раньше не слышали волонтерства в таких масштабах, которые мы себе сейчас представляем. Мы мало что слышали об общественном телевидении. Плюсы можно найти даже в той ситуации, которая сложилась на востоке. Местные властители данных миров, они очень сильно потеряли свою власть. И если мы сравним восток со стройкой, мы получили ровную площадку со снесенным домом, на который мы можем строить, нам ничего сносить уже не надо. Люди, живущие на Донбассе, на данный момент они в принципе не верят никому. Они уже на многие вещи, на которые они покупались раньше, сейчас уже не купятся. Будут они верить только тому человеку, который начнет действительно заботиться о них и заботиться о их интересах. Со своей стороны, с точки зрения военной, я сделал все, что мог. И в то время, когда это действительно было нужно, в то время, когда у страны отсутствовала сильная армия, когда отсутствовало какое-либо сопротивление и сепаратизм, я этот год прошел полностью от палки до гранатомета, грубо говоря. И с точки зрения военной, в принципе, сделал все, что было в моих силах. Я на самом деле на данный момент на распутье. Я принимаю сейчас для себя решение по этому поводу. До войны хватило для того, чтобы осознать тот уровень, на котором находится сейчас Донбасс. Огромное количество людей, живущих на освобожденной территории, но при этом об этих людях мало кто заботится. И вот им очень сильно нужна помощь. Им должен кто-то помогать. И им должны помогать те люди, которые понимают, в чем включаются их проблемы. Как вернуть Донбасс? Донбассу нужно показать, что жить в Украине – это хорошо. Что Украина, она меняется. Что Украина, она хочет стать лучше. Одной лишь силой ситуацию мы не изменим. Мы должны показать людям о том, что мы меняемся и мы делаем лучше. Мы заботимся об этих людях, и они нам нужны. Мы имеем регион, который на данный момент не вписывается, к сожалению, в общую картину всего происходящего в Украине. Поэтому к нему должен быть сейчас все-таки свой особый. Проблема украинской политики в том, что мало кто понимает проблемы, происходящие здесь. И в итоге получается достаточно такое комплексное непонимание. В целом ценности у людей по всей Украине, они приблизительно одинаковые. Просто кто-то находится в одной политической ситуации, а кто-то в другой. Почему бы не создать должность лице-премьера именно по делам данного региона? Это будет человек местный, человек, который здесь прожил всю жизнь и будет понимать эти проблемы. Скорее были изменения, которые несло время. То есть изменения, в которых меняла ситуация в целом. Формат минских переговоров, он в какой-то степени имеет какую-то эффективность, потому что накал военный снизился. Рано или поздно, я думаю, чтобы я все-таки пришел к этой точке зрения, что помимо военной части нужно производить дальнейшие какие-то изменения. Это кому-то нужное дело, потому что война, она рано или поздно заканчивается, а люди остаются. Нас ждет очень длительный путь примирения. То есть сейчас, в ближайшее время, будут заменены какие-то основные политические и политические стороны. Мы больше, наверное, не увидим каких-то определенных родилозных личностей. Это все закончится переговорами. Вопрос единственное в том, что это уже не должны быть переговоры формата Минска. Тяжело на самом деле загадывать, но я думаю, что где-то в течение года накал ситуации будет градус понижаться с каждым месяцем. Люди хотят окончания войны. Это единственная позиция, которая их интересует. Процесс примирения, он очень сложный и очень тяжелый. Максимально должны будут уйти с обоих сторон яростные участники этого конфликта, для того, чтобы этот процесс произошел. Для того, чтобы запустить этот процесс, та сторона должна нам будет представить таких людей, с которыми действительно нужно будет вести диалог. В любом случае, этот диалог должны будут вести как и политики, так и военные. И это будет именно вопрос того, смогут ли договориться, наверное, в первую очередь в каких-то моментах военные. То есть, сможем ли мы где-то понять друг друга и где-то что-то, возможно, просить. Это на самом деле тяжелейший процесс, и он во многих моментах фантастический кажется, потому что, ну, очень многие люди к этому не готовы на самом деле. И их можно понять в действительности, как бы, потому что год войны, он откладывает отпечаток на человека и на тех чувствах, которые у него присутствуют.